Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам об удивительном растении, которое называется бамия. В наших садах он встречается достаточно редко, в южных регионах его выращивают давно и с успехом, а вот мы как-то проходим мимо этого растения, хотя, честно говоря, в общем-то несправедливо. Итак, что же такое бамия? Бамия – это представитель мальвовых пород, родом из Африки. Высотой такое растение в нашем регионе в средней полосе достигает порядка двух метров. У него очень декоративные листья, ствол достаточно толстый, опушенный, у основания образуются боковые побеги. Цветы образуются в пазухах, и цветочки такие, ну, красивые, но не скажу, что безумно красивые. В основном используются это коробочки, вот это плоды бамии. Как правило, плод достигает размера 25 сантиметров, и внешне напоминает он горький перец, стручок горького перца. Вкус у этих стручков нейтральный и очень деликатный. Стручки бывают гладкие или многогранные. В состав стручков входит такое слизистое вещество, которое очень широко нашло применение при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особен при язвенных болезнях и гастритных. Вот этот именно вязущий сок обладает целебным действием. Отвар стручков и измельченный корень используются для лечения кашля. Считается, что это тоже очень эффективное средство. Самые известные сорта это белый бархат, зеленый бархат, дамские пальчики и карликовая зелень. Вот эти вот одни таких из самых распространенных сортов. В средней полосе бамию выращивают только рассадным способом. Семена сходят долго, в течение 6-8 недель и сажаем их сразу в отдельные горшочки, так как бамию вообще не переносит пересадку. Температура произрастания семян где-то 21-23 градуса, 25. После того, как они проросли, уход заключается в правильном поливе. Поливать бамию нужно очень аккуратно, стараться не попадать ни на ствол, ни на листья, а поливаем по краю горшочка. Это вот основное условие, так как бамию достаточно часто поражаются черные ножки при неправильном поливе и в холодном, если холодный воздух. В возрасте 30-35 суток рассаду мы высаживаем в грунт. Бамия должна расти только на исключительно солнечных местах, так как это южные растения. И высаживаем только тогда, когда минует угроза заморозков. Высаживают бамию на расстоянии 40 см между кустиками и между ряди 70 см. На высоте 25-30 см мы прищипываем бамию, соответственно стимулируем вырастание боковых побегов. Бамия достаточно хорошо переносит засуху, но тем не менее в жаркий период времени полив должен быть обильный. Помните об этом. Но заливать ее точно не надо, потому что она этого не выносит и может просто заболеть. И при посадке учтите эти моменты и сделайте ей хороший дренаж. Подкормку осуществляем дважды. Это до цветения бамии и во время плодоношения. Полными комплексными минеральными удобрениями. Плодоношение у бамия начинается где-то в августе-сентябре. И плоды нужно собирать достаточно регулярно, каждые 3-5 дней. Иначе стручки становятся такие твердые и в общем-то не совсем вкусные. В холодильнике они хранятся всего несколько суток. Но бамию мы можем заготавливать. Делать консервы из нее, сушить. И самое интересное, вы знаете, можно использовать не только стручки, но и недозревшие плоды. Они напоминают зеленый горошек. А вот высушенные плоды, которые уже созревшие, как правило часто используют, их перемалывают и делают из них кофе. Кофе такое называется, очень интересно, гомбо. И как утверждает, что это достойный замену обычному кофе, к которому мы привыкли. Вы знаете, технология заготовки бамия очень напоминает технологии заготовки спаржевой фасоли. Они как-то по кулинарным рецептам очень похожи. Так что вот если вы решили ее путем консервации заготовить, то вот вы можете использовать именно же рецепт для спаржевой фасоли. Вы знаете, это очень необыкновенное растение. Оно не только функциональное, но еще и очень декоративное. Поэтому вот при обустройстве своего участка обратите внимание на бамию. Я думаю, что все вам пригодится, все мои советы, мой рассказ. Так что сажайте, выращивайте бамию и не пожалеете. Всего хорошего, пока!